Чтобы кому-то воздавать должное, надо хоть что-то в этом понимать. Это самый гуманистический комментарий, который я в своей жизни до сих пор увидел. Потому что, чтобы сделать клещи, нужны другие клещи. Не возьмешь раскаленный металл голыми руками. Так вопрос, кто сделал первые клещи. У меня для вас плохие известия. Рамбом считал, что чудес не бывает. Сейчас скажу ересь. Что-то, что совсем не кошерное. Глава Балак. Сегодня я хочу продолжить изучать комментарии с Форно на Тору. И сегодня я хочу поговорить про тему, которая меня несколько лет уже интересует. Я каждый день занимаюсь изучением этой темы. Это тема человеческой речи и общения между людьми. И с Форно, мне кажется, в комментарии на нашу недельную главу, он раскрывает очень важный аспект того, что такое речь, как она работает и какие-то вещи, которые для нас могут быть актуальны и полезны в нашей жизни. Значит, для тех, кто не в курсе или освещите в памяти, краткое содержание этой головы. В конце сорока лет странствий еврейский народ подходит к границам земли Израиля. Уже происходит несколько битв, в которых евреи побеждают. И дальше есть народ, который называется Муав, который на самом деле родственники еврейского народа, потомки Лота, племянника Авраама. Они видят, что евреи продвигаются и захватывают территорию за территорией и понимают, что надо как-то евреев остановить. Царь Муава, царь Балак, собственно, именем которого называется эта глава, понимает, что обычным, конвенциональным способом евреев не остановить. Почему-то так решает. Видит, что предыдущие народы были побеждены. И отправляет посланников к человеку, очень интересному человеку, одному на самом деле, я думаю, одному из самых интересных героев в Торе, человека, которого зовут Бил-Ам. Бил-Ам в другом месте, не в нашей главе, он называется колдун Бил-Ам. Он какой-то, что-то типа колдуна, человек, который умеет проклинать. Он просит у Бил-Ама проклясть еврейский народ, решая, видимо, что такое проклятие поможет. И нужно понять, почему он прибывает к такому странному способу. Ну, может быть, в древнем мире это считалось обычным делом бороться, когда есть война между двумя народами, используют такие инструменты, как колдовство и проклятие. Отправляет к ним посланников, происходит диалог. Тот спрашивает у Бога. Бил-Ам, он пророк Бога, сам обращается к Творцу, к единому Богу, не к идолам. Очень противоречивая фигура, человек, который явно недостойный, явно злодей, но при этом вот как-то общается с Богом. И говорит, всякие ответы, которые он дает посланникам, они такие очень обтекаемые. То есть, он как будто бы он праведник, как будто бы, он говорит, я не могу ослушаться слов Бога, то, что скажет мне Бог, только это я и буду делать. На словах он вроде бы праведник, при этом он идет и пытается уничтожить целый народ, что, соответственно, не является очень праведным действием, мягко говоря. В итоге Бил-Ам идет с посланниками Балака, идет проклинать еврейский народ, и по дороге происходит инцидент, который странный, очень странный. Он садится верхом на свою ослицу. Мудрецы в Талмуде говорят, что это была ослица, с которой он жил семейной жизнью. Она заменяла ему жену. Это была не просто ослица, он едет на ней верхом, значит, я прочитаю немножко, да, текст Тора. И увидела ослица ангела Бога, стоящего на дороге, с обнаженным мечом в руке его, и свернула ослица с дороги, и пошла по полю, и ударил Бил-Ам ослицу, чтобы вернуть ее на дорогу. И стал ангел Бога на тропинке между виноградниками, забор с одной стороны, и забор с другой. И увидела ослица ангела Бога, и прижалась к стене, и прижала ногу Бил-Ама к стене, и он снова ударил ее. А ангел Бога прошел дальше, и стала на темном месте, где не было пути, чтобы свернуть вправо или влево. И увидела ослица ангела Бога, и легла она под Бил-Амом, и воспылал гнев Бил-Ама, и ударил он ослицу палкой. И открыл Бог уста ослицы, и сказала она Бил-Аму, что сделала я тебе, что ты бил меня три раза? И сказал Бил-Ам ослице, ведь издевалась ты надо мною, будь в руке моей меч, тотчас же убил бы я тебя. И сказала ослица Бил-Аму, но ведь я же ослица твоя, на которой ездил ты издавна и до сего дня. Разве было у меня обыкновение так поступать с тобою? И сказал он нет. И открыл Бог глаза Бил-Ама, и увидела он ангела Бога, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке его, и преклонился он и пал ниц. Такая история, такая сказка. Непонятно, зачем нам рассказанная. Ослица видит ангела. Вдруг, неожиданно, ослица начинает разговаривать. Если кто-то из нас придет и скажет, что он встретил разговаривающую ослицу, то надо дать ему телефон хорошего психиатра. Сегодня есть таблетки, очень эффективно, это помогает. Называется галлюцинация. Ослица не разговаривает, нам известно. Непонятная история, непонятно, зачем нам рассказано. В прошлой недельной главе мы обсуждали достаточно подробно, вообще, подход с форму к теме чудес, что три категории чуда, которые он перечисляет. И мы знаем, что подход с форму к этой теме, он очень рациональный. Интересно, я, когда готовился к этому уроку, я заглянул в комментарии Рамбана, не Маймонида, а Нахмонида, Рабима, Шебан Нахман, и посмотрел, как он объясняет эту историю. И он, во всяком случае, у него там, да, чудеса, но, во всяком случае, когда он говорит про то, что ослица увидела ангела, он тоже дает очень рациональный комментарий, он говорит, что ей что-то мешало, что животному что-то так мешало, что оно не шло вперед. Сфорно объясняет эту историю, и как и в прошлой главе, когда он объясняет чудеса, на мой взгляд, он говорит не про сами чудеса, а говорит про смысл этих чудес. А зачем Тора рассказывает про чудеса? В прошлой главе мы тоже в главе Хукат. Сфорно говорит про то, что такое речь, зачем она нужна и как она работает. И давайте посмотрим, что он говорит. Это не длинный комментарий, поэтому я прочитаю. Значит, говорит так. И открыл бог уста ослицы. Говорит сфорно. Дал ей силы говорить, дал ей возможность говорить, как написано, подобно тому, как написано в псалмах, всевышний уста мои открой. И это продолжается этот стих. И род мой скажет восхваление тебе. Тут нужно сразу же можно сказать, что там царь Давид, псалмах, говорит о том, занимается вопросом, как человек может восхвалять Бога. Как человек может, о чем нам есть поговорить с Богом. Как можно, я не знаю, представьте себе, великий музыкант выступает, великий пианист. Играет потрясающее исполнение какого-то великого произведения. И приходит человек, которого нет ни слуха, ни образования. Он в музыке ничего не понимает. Он говорит, ой, как замечательно было. Он так сыграл. Мне, вот я не знаю, что он там такое видел. Это пианино. Я, кажется, первый раз в жизни услышал пианино. Я до сих пор только на бутылках слышал, как играют. А тут вот рояль, Зорова как всегда, он так похвалил. Это смешно, такое прославление. Чтобы кого-то прославлять, чтобы кому-то воздавать должное, надо хоть что-то в этом понимать. Поскольку Бог бесконечно велик, то любое прославление Бога, оно, соответственно, бесконечно от Него далеко. И царь Давид, он занимается в этом псалме этой проблемой. Как человек может обращаться к Богу не с просьбой, а с благодарностью, с восхвалением, как-то описывать Бога. И поэтому он говорит, он обращается к Богу с просьбой. Ашем сфатайте в так. Всевышний, раскрой мои уста. То есть, как будто бы он сам не может их раскрыть. И тогда уфигит хилатеха. И тогда мой род произнесет прославление тебе. То есть, этот процесс вроде бы как произносит его мой род. То есть, есть речь, которая выходит из человека. Естественный наш процесс. Но для того, чтобы речь, она выражает то, что человек хочет сказать. Поскольку нам нечего сказать про Бога, то царь Давид говорит с Викшим, ты открой мою усталость. Ты в них вложи что-то, что выше моих возможностей. Видимо, что человек, сразу же забегая вперед, человек, он может выразить больше, чем он может выразить. Я не знаю, как дать этому более правильное, простое определение. То есть, есть что-то. Мы говорим вещи, часто произносим, выражая что-то сокровенное. Поэт, большой поэт, он выражает в своих стихах что-то, что если в повседневной жизни вы с ним будете об этом говорить, то он не сможет вам это выразить. И были люди, которые написали стихи сто лет назад и двести, и тысячи лет назад. Царь Давид две с половиной тысячи лет назад написал стихи. И все еще они людей вдохновляют и помогают людям. То есть, они смогли что-то такое вечное и неохватное в своих стихах выразить. Но это не только относится к поэзии. И часто и в нашей повседневной речи у нас получается произнести, выразить что-то, что мы выразить вроде бы как не можем. Посмотрим дальше. Читаю дальше комментарий Сфорно. И Сфорно здесь дает комментарий. Это самый гуманистический комментарий, который я в своей жизни до сих пор видел. Может быть, есть и у Сфорно другие, но из того, что я изучал и читал, по-моему, это вообще верх гуманизма. Сфорно был гуманистом, знаете, философский опыт. При этом он построил еврейский религиозный гуманизм. То есть, он смог согласовать гуманизм, который говорит о том, что человек, это как бы самое главное, он смог согласовать все с тем, что есть Бог. И Бог, он больше, чем человек. Значит, он пишет так. И все это было, да? Зачем нужна была вся эта история, чтобы ослица что-то говорила, чтобы в нее появилась сила речи, чтобы она могла сказать то, чего она сказать не может, подобно тому, как человек может сказать что-то, чего он сказать не может. Все это было для того, чтобы пробудить Белама, чтобы он глашу в Бетшуа, чтобы он сделал Белама раскаялся. То есть, это все было, все это чудо, и все это в Торе описывается. Это не потому, что рассказать, как обычно все комментаторы пишут, чтобы как Всевышний спасает свой народ, и все про евреев. Нет, это вообще не про евреев. Это история про Белама, про этого злодея, который живет, сослится, и хочет уничтожить народ, детей, стариков, женщин, всех-всех-всех. Это все было для того, чтобы пробудить его к раскаянию. Когда он вспомнит, потому что Всевышний надеялся, что если ослица с ним заговорит, то он вспомнит Киммиашем Манилашон, здесь скрытые цитаты из книги «Притчи царя Сламона», чтобы от Всевышнего речи, речь это дар Бога. Гамлевельтимухан, даже для того, кто вообще не в состоянии говорить, ослица не разговаривает, покажет, что Всевышний дает речь, даже тому, кто в принципе и по определению говорить не может, как, например, ослица. Тем более, что он может забрать речь у того, кто к этому подготовлен. Как, например, Билам, который идет силой своей речи уничтожить народ. И все это для чего? Для того, чтобы не погиб такой человек, как он. Смысл этого чуда – это спасение одного человека, который является символом. Написано вообще, что все, что ты можешь толковать про Билама плохое, толкуй. Учитель моего учителя, легендарный глава Ишива Мира, Радхайм Шмулевич, когда говорил про Билама, он его называл наидыш «Билам-даргунд», «Билам-собака». Это так и так, что собака, злодей, антисемит, это как бы отец всех антисемитов. Хотите понять, что тот, кто ненавидит евреев – это Билам, собака Билам. И все это с Форном, у него диаметрально противоположный подход. Он говорит, что вся эта история со слицей, то, что она разговаривает, и ангел приходит, это все для того, чтобы Билам пробудился, раскаялся, и чтобы он был спасен, а не еврейский народ. История не еврейский, а народ Всевышний так и так его спазма. И еще один короткий комментарий с Форном, и потом разберем и поймем более глубоко, что он имеет в виду здесь. Он объясняет то, что ослица говорит Биламу, когда он ее бьет, что он злится на нее, что «ты ногу мне прижала, что ты издеваешься надо мной», говорит ему. А нет, ослица говорит, что издеваешься, а Билам говорит, да. Билам говорит, ослица, ведь издевалась ты надо мною, будь в руке моей мечты, отче же убил бы я тебя. На что ему отвечает ослица, но ведь я же ослица твоя, на которую ездил ты издевна и до сего дня. А разве было у меня обыкновение так поступать с тобою? Сфорно комментирует эти слова, пишет. И надо было тебе, тебе стоило бы подумать, поскольку это не мой обычай, обычно я так себя не веду, обычно я езжу прямо, никуда не сворачиваю, и ноги твои никуда не прижимаю. Так поэтому тебе надо было бы подумать, что все, что произошло с тобой в этой дороге, то есть когда ты сюда ехал, это только чтобы показать тебе, что у тебя не получится. Ты должен был подумать, что ты всегда ездишь, я всегда нормально тебя вожу и все такое. И в этот раз вдруг я куда-то сворачиваю, не идет, не идет, не идет. Вот может быть и не надо, может быть у тебя не получится проклясть еврейский народ. Несмотря на то, что у тебя нет... Нахаш это как гадание, у тебя нет, ты как колдун, ты не узнал, что у тебя не получится проклясть, потому что он думал, что да, у него получится. Но есть же знак, я же тебе намекал, а Всевышний послал тебе знак, он сделал так, что я начал опетлять, падать и так далее. И тебе надо было догадаться. Это все для тебя, это все было сделано для того, чтобы тебе помочь. Это комментарий с Фордом. Чтобы его понять глубже и понять актуальность этого комментария, кроме того, что это, конечно, поражает его гуманизм, я хочу показать, как наши мудрецы смотрели на эту историю. Потому что история, она непонятна. Она непонятна и по определению, так же, как и в главе Хукат мы смотрели про историю с колодцем, и Моше получает наказание, эта история непонятна по определению. Так же эта история, она тоже, она очень-очень непонятна. Мудрецы в трактате Перке вот пишут так. Есть тоже непонятная мишна. Но часто, когда две непонятные вещи складываются вместе, то получается, что-то проясняется в результате. Написано так. Это пятая глава трактата Перке, вот, учения отцов. 10 вещей были сотворены в канун шаббата, в сумерки. В Торе написано, что Всевышний творил этот мир 6 дней, а в седьмой день отдыхал. В седьмой день это шаббат. То есть, и написано в Торе, в каждый день что было сотворено. Но говорит мишна, что есть 10 вещей, про которые не написано в Торе. Если вы откроете Тору, главу Барышит, вы их там не найдете. Потому что они были сотворены в сумерки перед шаббатом. Перед этим первым шаббатом. Сумерки это время, когда солнце уже заходит. То есть, это уже не день, но еще не ночь. В Элуэн. И вот эти вещи. Пи Аарас, уста земли. Это относится к главе Корах. Это уста земли, которые проглотили Кораха. Написано, в Тифтах Аарас от Пи открыла земля уста свои. Вот эти вот уста земли, тоже мы это учили, видели, как Сфорл это объясняет. Это было сотворено в канун шаббата в сумерке. Упи Абр и уста колодца. Колодца тоже это, которую мы учили на прошлой неделе. Который дает воду в пустыне. Упи Атон и уста ослицы. Это наша ослица, ослица Белама. В Акешет, радуга, символ того, что не будет потопа. Ну, неважно. И дальше там причисляются. Ман, посох, посох Аарона, шамир. Это специальная червь, которым царь Соломон строил храм, который раскалывает камни. В Ахта, В Амихта, В и письмо, и надпись, В Алухот, и скрижали. Комендатор спорит, что это и означает. В Йешум Римов Мазикина. Есть те, которые говорят, что так же Мазиким. Мазиким это что-то типа и чертей. Я не знаю. Такая темная тема. У Куваратошиль Мошей, могила Мошей. Потому что никто не хоронил, Бог его хоронит. В Йешум Римов Мазикина. И баран Авраама. Тот баран, которому он приносил жертву вместо своего сына Ицхака. В Йешум Римов Цват Бетсват Асуя. А есть те, кто говорят, что так же клещи, сделанные клещами. Потому что, чтобы сделать клещи, нужны другие клещи. Не возьмешь скаленный металл голыми руками. Так вопрос, кто сделал первые клещи. Когда еще не было клещей. Так есть те, кто говорят, что клещи, сделанные клещами, это тоже первые клещи, это тоже были сотворены в канун Шаббата Сумеки. То, что нас здесь интересует, это, соответственно, уста ослицы. Что это не просто уста ослицы, которые какой-то одной из чудес непонятных описанных в Торе. А это, видимо, что-то очень важное. То есть есть 10 вещей, ну, больше чем, 10 вещей по всем мнениям. И еще несколько вещей не по всем мнениям. Которые Бог творит во время творения мира в сумерке перед Шаббатом. И одна из них, это эти уста ослицы, чтобы один раз она открыла рот и что-то сказала, чтобы спасти человека, который в итоге не был спасен, потому что он не захотел ее слушать. Он пошел дальше и попробовал проклясть еврейский народ. В итоге благословил. И сам погиб. Как это понимать? Рамбом. Наш великий, Рабиму Шейбен Маймон, Маймонит, пишет в своем комментарии на Мишноя. Комментарий на Мишноя – это один из самых ранних трудов Рамбом. Он написан по-арабски. Есть несколько переводов на иврит. В общем, очень важный труд. Он говорит, что... Он говорит так. Мы уже упоминали в 8 главе. У него есть предисловие к тартату Перкеавод. 8 глав. Восьмой из этих глав. Он уже про это писал. Он на самом деле пишет про это тоже в своем главном философском труде. В книге Мурэн и Вухим. Что он считает Рамбом. Это его мнение. Он рационалист. Он ультра-рационалист. Он говорит, что мудрецы не верили, что Всевышний применяет свою волю в каждый момент. Но в начале сотворения вещей была создана их природа, по которой происходит с материи то, что происходит. Если я сейчас беру мяч и отпускаю его, он падает вниз. Почему? Потому что здесь сила всемирного тяготения. Земля притягивает его. Теперь есть мистический взгляд. Как, например, Рамбан. Это его подход, например. Что и в Каббала так и устроено. Он объясняет, что каждый раз, когда я отпускаю руку, и мяч падает вниз, происходит проявление воли Творца. То есть, вот сейчас Творец заново решает, что этот мяч упадет вниз. Но это совсем не обязательно. Он может решить, что мяч вверх полетит. Вместо того, чтобы полететь вниз. Мистический подход. Рамбан говорит, нет, ничего подобного. Всевышний сотворил этот мир, включая законы природы. И Всевышний не проявляет свою волю каждый раз заново. А он... А работают законы, которые он сотворил. Этот мир работает по определенным законам. Чудес не бывает, говорит Рамбан. У меня для вас плохие известия. Рамбан считал, что чудес не бывает. А как же быть с чудесами, которые описаны в Торе? В том числе с нашей ослицей. Дорогой, который разговаривает. И он говорит, что есть две категории законов природы. Рабом философ. У него все очень четко разложено по полочкам. Он говорит, что если это вещь, которая происходит, бро возможноим. Тут пара проблем. Я, к сожалению, не считаю по-арабски. Не понимаю. Поэтому не могу заглянуть в оригинал. Относительно отношусь к этому переводу. Своими словами я скажу. Есть вещи, которые происходят часто. Вода в РТВ это природная вещь. Закон природы. То есть, есть как-то сила всемирного тяготения. Мы можем миллион раз бросить мяч. И миллион раз он упадет вниз. Это первое, что Всевышний Сотворил. Или, говорит Рамбан, есть то, что происходит только очень изредка. Может быть, даже один раз в истории происходит. Это чудо. То, что называется в Тории Вуамуфет. Это чудо. То, что называется чудом. А Корбышевы все одинаково. Это все законы природы. Только есть законы природы, которые происходят постоянно. А есть, которые происходят крайне редко. В том числе одноразово. Но это все заложено в самой природе. Нет ничего, что творится вдруг сейчас. Вдруг происходит ни с того, ни с сего. И поэтому сказали мудрецы, что в пятницу, в канун Шаббата, Всевышний поместил в природу мира, в природу земли, чтобы она провалилась под корохом и его общиной. И в этот колодец, чтобы из камня выходила вода. То есть, это тот самый единственный камень в истории, из которого выходила вода. Но это было свойство этого камня. И ослицы, чтобы она говорила и так далее. То есть, это не то, что ослица была сотворена, и было не тысячелетие на тот момент, а природа, что может быть в истории одна ослица, которая есть дар речи, хотя у ослов нет дары речи. Это все было сотворено. Это можно объяснить. Я читал недавно одну книгу, которая занимается эволюцией речи, эволюцией языка. И там есть большой спор среди лингвистов, которые занимаются этой темой, как устроена речь, что это такое. Автор считает, он в этом абсолютно уверен, что речь там нет ничего такого сверху. Он пишет, что если бы у обезьяны был большой мозг, то она бы разговаривала. Просто у нее недостаточно большой мозг. И мы знаем такую обезьяну с большим мозгом, которая умеет разговаривать, она называется на нашем языке человек. И это то, что это очень похоже, она очень подходит к тому, что пишет здесь Рампом. И что если бы у осла был бы большой, очень развитый мозг, он бы тоже разговаривал. Вы знаете, в истории был такой один осел, точнее ослица. Это была ослица Белама. Что в какой-то момент, не то, что он все время разговаривал, в какой-то момент, если бы сегодня археологи нашли бы сохранившийся мозг этой ослицы, то они бы обнаружили, что он чем-то отличается. Он не такой мозг, как мозг других ослов. У него есть какая-то особенность. Мутация какого-то гена, я не знаю, что. Тут ученые меня закидают тухлыми помидорами и скажут, что такое невозможно, потому что невозможно никогда. Но так это объясняет Рампом. И поэтому из комментариев Рампома понятно рациональное объяснение, относительно рациональное объяснение этой истории, но не очень понятно, почему мудрецы в трактате Перкеа Вод сказали, что сила речи, да, речи этой ослицы был сотворен в канун Шаббата в Сумерке. Тема Сумерек, она вообще очень интересная. Я нашел место в Талмуде, в Тактате Гитин, в Гмаре, это более поздняя часть Талмуда, с которого можно понять, в чем символика Сумерек. Написано так, есть там такая история приводится. Я читаю об этом по-арамейски языке. Гангу бей трейды и игры бей у Сатан бхоль бей шимшей. Те двое, которым задирался Сатан каждые сумерки в пятницу, сумерки перед Шаббатом. Было два человека, может быть, это были муж и жена, и Сатан, это как ангел-прокурор, в пятницу, вечером, перед наступлением Шаббата, когда уже смеркалось, он делал так, что они ругались. Аву Каминцу, из-за этого они ругались. Это тем, кто соблюдает Шаббат, это знакомая ситуация. Уже время зажигать субботние свечи, и вдруг обнаруживается тут это еще не готово, и в последний момент как раз нужно все успеть, и все на нервах, и ругаются. Так бывает. Это знакомая ситуация. Так тоже, оказывается, эта ситуация появилась не в 21 веке, а 2000 лет назад в времена Талмуда тоже так бывало. Было два человека, каких-то, которые ругались каждую неделю, когда были сумерки перед Шаббатом. Икла, Раби Мейр, Леотам. Попал туда Раби Мейр, был один из величайших ландрецов периода Мишны, Раби Мейр, и он оказался в этом месте. Он увидел, что эти люди ругаются каждую неделю, именно в это время. Аквину, Тлата, Байшимши. И он остался с ними три раза в сумерки. Трое сумерок он провел с ними. Три недели он остался и провел с ними. Адде, Абадле, Шалма, Шалма, пока не навел мир между ними. Три недели семейной терапии, великого специалиста Раби Мейра, кто знает, что Раби Мейр был не самый легкий человек. Раби Мейра было много проблем в жизни. Его выгнали из Байд Медраша за дерзкое поведение. Если искать символ человека, который примеряет в Талмуде людей, это, наверное, Гилей. Это явно не Раби Мейр. Раби Мейр один из величайших мудрецов, он гений, но, как многие гении, он не легкий человек. Но он устроил ему там терапию. Три недели он провел с ними и они, достал между ними мир. Услышал он, как сказал, как Сатан, с чего началась история, что Сатан приходил к этим людям в сумерке, а они за это выругались. Так он слышал, как Сатан говорит, ой, что вывел Раби Мейр того человека из его дома. Сатан говорит, я жил, это был мой дом, я жил, а Раби Мейр навел там мир, он их примирил, и он меня оттуда выгнал. Говорит, Сатан жалуется на Раби Мейра. Написал на Раби Мейра жалобу в небесную канцелярию. Какой Раби Мейр нехороший. Такая история. Это Талмудическая года. Талмудическая года это часть Талмуда, примерно 10% Талмуда, истории, которых есть всегда несколько слоев. Потому что можно прочитать это как красивую сказку, просто мудрецы рассказали, что Раби Мейр как-то помирил мужа и жену, которые ругались при наступлении шаббата и рассказали таким красивым способом. Но на самом деле обычно у этого есть какая-то глубина. Что мы можем увидеть из этой истории? То, что ругались эти люди в сумерки и мирил их Раби Мейр обычно лучше, когда если кто-то хочет заняться семейной терапией. Я не знаю, я не занимался никакой семейной терапией. Но если кто-то хочет заняться, то, наверное, можно ему посоветовать не делать это в тот момент, когда мужчина ругается. Можно попасть, во-первых, скалкой по голове хватить, просто рикошетом. Лучше делать это потом позвать их к себе в кабинет. И когда они успокоятся, сделать это сеансно. Тихо, спокойное время. Когда люди ругаются, не стоит их мирить, обычно это не помогает. Раби Мейр делает это именно в сумерки. И сумерки здесь, видимо, играют ключевую роль. Сумерки стали причиной их конфликта. И сумерки стали причиной того, что они помирились. То есть, того же самого и обратного. Это можно понять, почему. Потому что, что такое сумерки? Это время, когда уже не день, но еще не ночь. Когда смеркается. То есть, есть время, день, скажи, вот день. Можно четко сказать, понятно, вот солнце светит, сейчас день. Есть ночь, тоже понятно, звезды на небе, темно, значит ночь. Есть время, когда они как бы смешиваются. На иврите Бен Ашмашот это между светилами. На иврите вечер это Эрев. Эрев это корень Айн Рейш Бет означающий смешивать, как Лар Бев. Когда что-то смешивается, это Эрев. Вместе с евреями из Египта выходит Эрев Рав многочисленный Эрев. Это те, кто примешались к еврейскому народу. Те египтяне, которые смешались с евреями во время выхода из Египта. По ошибке, кстати, часто говорят, кто вышел с евреями из Египта, Эрев Рав вышел. Это не Эрев Рав, Рав это многочисленный Эрев вышел. Поэтому сумерки это время, когда наступает вечер. Есть ночь, но есть вечер, есть сумерки. И тоже сумерки в шаббат это еще большее смешение противоположностей. День противоположен ночи, но еще больше шаббат противоположен будням. Шаббат это время, когда не работает, когда отдых и покой. будни это время, когда работают. Есть момент, когда уже не будни, но еще не шаббат. Есть сумерки кануна шаббата. Самое большое соединение противоположностей это те сумерки того шаббата, первого шаббата в истории, когда Всевышний творит мир. Почему? Потому что есть процесс шести дней творения. То есть не было человека, есть человек. Не было слонов, теперь есть слоны. Не было земли, есть земля. Не было света, есть свет. То есть происходят вещи противоестественные. Я знаю, противоестественные, не имеющие отношения к закону природы, не имеющие отношения к человеку. Это другое измерение. Это процесс творения мира. Всевышний творит мир, только он. Никто в это не вмешивается. Там есть одно лицо, которое в активной форме, которое проявляет какую-то активность. Это творец. Боль, никто ему не помогает, никто вместе с ним не творит. Никто не может ни прибавить ни убоя к этому. Там только творец. Человек, даже в последний день, в шестой день, когда уже появляется человек, он абсолютно посилен, он сам ничего не творит. И дальше написано, и отдыхал в день седьмой. Происходит переход. Это фаза другая. Когда Всевышний все уже сотворил, как говорит Трамп, он уже заложил законы природы. И теперь этот мир будет работать согласно этим законам. И он не вмешивается в то, что в этом мире происходит. Ты можешь молиться сколько угодно с утра до ночи, но мяч все равно будет падать вниз. Закон его воля. Это то, что он сотворил. Но дальше, чтобы что-то в этом мире изменить, есть кто-то, кто да, может в этом мире производить изменения. Этот кто-то, этот человек. То есть он царь над этим шабатом. Этот шабат он очень длинный. Потому что понятно, что так большинство считает, что 7 дней творения это не 7 отрывков по 24 часа. Это 7 каких-то этапов. Это 7 принципов, отличающихся чем-то друг от друга отрезков. Даже не уверен, что можно сказать отрезков времени. И 7 день шабат это тот день, в котором, видимо, мы живем. Этот потом нет 8 дня. Если опять начинается первый день. То есть это некий этап, когда Всевышний не творит, он дает человеку возможность творить. Поэтому в шабат мы не творим на физическом уровне. Потому что проявление человека как-то как творца, оно не в том, что он может гвоздь забить. Оно находится на более глубоком уровне. Оно касается того, что называется речь в первую очередь. В шабат мы разговариваем, мы говорим друг с другом, мы произносим кедуш, например, мы читаем слова молитвы, изучаем Тору, все, что связано с речью. Это та область, где мы творим шабат. Но есть момент, когда есть сумерки при наступлении этого первого шаббата, когда смешиваются и в эти десять вещей они сотворены в этот период. Одна из этих десяти вещей это уста этой ослицы, которая разговаривает с Бил-Амом. Потому что как бы то, что является точкой максимального разделения, то есть эти сумерки, которые тут день, тут ночь, максимально противоположны, в этой точке есть максимальное соединение. Человек, он соприкасается с Творцом больше всего именно в сумерки. Люди очень любят понятные вещи. Никто не любит, когда говорят, слушайте, это непонятно, это сложно, люди любят, чтобы все было однозначно. Чудеса хорошо, это чудеса, все, не морочите нам голову, слиться, разговаривать, все может быть это. Или наоборот сказать, нет, не бывает никаких чудес, ученые, английские ученые доказали, что чудес не бывает. Все понятно, но есть вещи, где встречаются вещи, которые встретиться не могут. Вроде бы, но они встречаются. И там наибольшее можно больше всего найти. Там есть, как я знаю, как это, как расщепление атома, когда что-то сталкивается, что обычно не сталкивается, там выходит оттуда колоссальная энергия. Человек встречает Бога именно в сумерки, именно там, где все неясно. Ночью темно, ночью, в принципе, ничего не видно, днем светло, днем все понятно. В сумерке все затуманено, все не очень понятно. Это хуже, наверное, чем когда вообще ничего не понятно или когда все понятно. Тебя это очень путает. Но именно там вот происходит, находится эта точка встречи. Теперь, почему, мы не будем сегодня разбирать все 10 вещей, все остальные 9, точнее, мы говорим только про уста ослицы, которые сотворены, как говорят наши мудрецы, в сумерке перед шаббатом. Человек отличается от животного. Сейчас скажу ересь, что-то, что совсем не кошерное. Если вы спросите у любого раввина, у любого еврея, который соблюдает Тор и верит в Бога, он скажет, что человек, он говорящий, наши мудрецы определяют человека как говорящий, разговаривающий. Это то, что отличает нас от животных. Речь от что-то сверхъестественное. В речи это наша речь, молитва, Тор, все-все-все, там такое-то. Это что-то невероятное. Но на самом деле, с другой стороны, речь это абсолютно физиологический процесс. У нас происходят химические реакции в мозгу, сокращаются мышцы, гортан работает, легкие резонаторы в нашем черепе и в других костях. И происходит речь. И то, что мы можем взять абстрактную мысль и облачить все в слова, это тоже, на самом деле, все очень рационально объясняется. И по большому счету, не по большому счету, а действительно так, речь, она, это есть не только у людей. Язык есть у людей, только у людей. Мы можем, мы можем ограниченным количеством букв, например, объяснять неограниченное количество понятий. Мы можем про все, что угодно говорить. корову, она мычит. Это тоже, она выражает, когда ей хочется чего-то, она мычит. Собака лает или скулит. у животных тоже есть возможность выражать, но у них нет речи, как у человека. Теперь это различие, с одной стороны, оно кажется колоссальным, с другой стороны, если бы у обезьяны были более развитые мозги, она бы тоже говорила. Она бы тоже могла говорить. И это различие, оно не такое большое, как нам может показаться вначале. Так говорят сегодня ученые. Я вам хочу показать, что так сказал Сфорно в 16 веке. И так сказали до него, откуда он взял, потому что так сказали мудрецы в Талмуде еще до Сфорно. Билам, что он хочет сделать? Он хочет использовать силу речи, которая речь, это очень созидательная штука. Но при этом она очень разрушительная. Он хочет ее как бы осквернить. Есть понятие твоего душа, это его речь, есть понятие святости речи. Речь это что-то очень-очень высокое. Он хочет пойти убить целый народ с помощью речи. Что Всевышний ему на это говорит? Это то оружие, которым Билам собирается воспользоваться. Всевышний ему говорит, послушай, ты думаешь, что ты такой сильный, потому что умеешь говорить? Он же уверен в себе. Он говорит, я пойду, прокляну, я произнесу какие-то слова, слова проклятия, и все умрут. Настолько я умею говорить. Он чувствует себя очень сильно, таким всемогущим практически. Чувшний ему говорит, что ты думаешь, что умеешь говорить? Ослица тоже умеет говорить. Не хуже тебя. И ты увидишь, когда будет что-то, что ты не понял, а твоя ослица поняла и тебе объяснила. И между нами говоря, тебе объяснила, а ты все равно до конца не понял. Ослица оказалась еще и умнее тебя. Ты думаешь, что ты такой, твоя речь, это такая колоссальная сила, и ты все можешь сделать с помощью речи? Так же ослица тоже может. Она не эта. Но при этом, но при этом речь это то, что соединяет человека с Богом. Это инструмент соединения человека с Богом. Когда мы обращаемся к Богу, как говорит царь Давид, Всевышний, открой мои уста, и тогда мой род скажет твое прославление. я смогу произнести слова, которые определятся как будто бы самого Бога, самого Творца. Я хочу вернуться к комментарию с формы. Он говорит, что ослица пытается пробудить Белама, чтобы он сделал шву, чтобы он раскаялся, чтобы он не погиб. В чем идея ослица? В чем идея? Что ослица пытается до него такого донести? Что такого Белам должен понять? Он говорит, что послушай, действительно речь, это ты думаешь, что это на самом деле инструмент, который объединяет осла и человека. Как человек умеет говорить, а с лица тоже так умеет говорить. Но при этом ты как человек можешь совершить свободный выбор и поднять свою речь на такой уровень, который там не только ослабленности как будто бы до Всевышнего напрямую дойти, до бесконечности. Ты можешь с помощью речи все, вообще все, что угодно. Только вопрос там, что ты со своей речью делаешь. То есть речь это очень интересное, это сумерки. Это процесс, где встречаются с одной стороны чисто физиология, абсолютно животные вещи, а с другой стороны такие абстракции, такие высокие вещи, которые с материей никак не соприкасаются. И точка вот этих двух несостыкуемых вещей, когда есть абстрактное мышление, когда есть возможность, человек может мыслить быстрее в скорости света. Мы можем подумать сейчас о какой-то галактике, которая находится за миллионы световых лет от нас. И мы думаем о ней, когда она находится там, у света займет миллионы лет до туда долететь, а подумать о ней мы можем мгновенно. И можем выразить это в словах тоже прямо сейчас. Это колоссальная сила. Не говоря о том, что можем подумать о Боге, и можем говорить о Боге, и можем прославлять Бога. Это такие вещи, которые вроде бы невозможны. И это вроде не имеет никакого отношения к материи. И есть абсолютно материальные физиологические процессы. И в речи вот эти две области, они встречаются. Поэтому речь такая сложная штука. Она, с одной стороны, очень простая. Маленький ребенок учится говорить, у него это прекрасно получается. И ему не надо для этого быть каким-то великим мыслителем. А с другой стороны, когда мы пытаемся что-то умное сказать, нам это очень сложно, и, как правило, не получается. это, это, в этом вот этот феномен речи. Это то, что Аслица пытается, это то, что говорит Сфорн, это то, что Аслица пытается объяснить Беламу. Посмотри, там это встречается. Ты хочешь, ты хочешь взять самые свои низменные страсти и с помощью самых высоких вещей их реализовать, обогатиться, благодаря тому, что убьешь народ целый. На самом деле, это работает только в обратную сторону. Ты можешь взять, ты можешь поднять самое низменное, что есть у тебя, на более высокий уровень. Ты можешь не вредить, а делать что-то, становиться человеком. Белам этого не понимает и погибает в итоге. Но для нас, по-моему, эта идея, она, я не знаю, актуальна, для кого-то может быть актуальна, не может быть, а наверняка. Мне это важно, потому что это поясняет немножко, что такое речь, как этот процесс работает. Мы пользуемся речью по всем, каждый день. Это самый главный инструмент, которым человек пользуется в отношениях с другими людьми. Для того, чтобы что-то создать, чего-то добиться в ТОЛе, это точно так. Потому что Чебышний хочет от нас, чтобы мы правильно говорили. Самый законный, и нет больше ни одного такого, даже близко, закона в ТОЛе, в котором есть столько заповедей в одном законе, запрет Лошонарас, запрет злословия. 36 заповедей относятся к нему. Человек одним словом может нарушить 36 заповедей. Нет больше, аналогов нет этому. Почему такое отношение ТОРа к речи? Потому что это самое важное, что у нас есть. И с одной стороны. С другой стороны, мы относимся к этому как к чему-то вообще незначительному. Я же умею говорить, я же подумаю, что маленький ребенок умеет говорить. Чему же мне там учиться? А это словами можем убить. Есть разные виды речи. Есть устная речь, есть письменная речь. Есть невербальная. Можно человеку другому улыбнуться, например. Ему станет неприятно от этого, ему станет от этого хорошо. Мы даже ни одного слова не принесли. Мы просто показали какой-то знак. Это символ. Я рад тебя видеть. Можно. Мимика. Есть очень много инструментов, как передавать информацию от одного человека к другому. Это тема колоссальной важности. И Тора говорит, что надо над этим работать. Что речь – это что-то, что требует ежедневной работы. Это что-то, что требует постоянного развития. Это что-то, на что нужно все время обращать внимание. Ну, это, я не знаю, насколько это понятно, но это то, что я хотел здесь показать из этого комментария, который дает в сторону нашей недельной главы.